Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 июля 2019 года, вторник. От онкологии до насморка германская новая медицина. Это тема сегодняшнего эфира. Егор Миронов, Алексей Арбов, виртуальный студент Народного славянского радио. В первой части Егор очень хорошо рассказал о том, что такое германская новая медицина, почему она так называется. Ну и самое главное, пять законов, на которых она строится, которые были выведены доктором Хаммером. И теперь вот реплики, комментарии, вопросы, которые мы получили в чате Народного славянского радио, словарадио.org. И на нашем канале в YouTube.com. И там и там словарадио пишется латиницей одним словом. «Игорь, так просто аж настораживает. А если я бревно бесчувственное, то я не уязвим?» Наоборот. Это очень частый вопрос, кстати. Почему так просто? Если бы это было так просто, то давно бы это применяли. Так вот, наоборот, именно потому, что это так просто, это большинство обычных, скажем так, людей и настораживает. Потому что люди привыкли верить в науку, да? То есть верить в официальные источники. Мир меняется. Поэтому сейчас, наверное, каждому отдельному человеку все-таки приходится докапываться до истины, не ожидая того, что кто-то вам ее принесет. Ну, за редким исключением. И то все равно потом это надо будет проверять. Так вот, переведя на обычный русский язык, что такое «я бесчувственное бревно», вы уже знаете, вы убегаете от мамы. Любой человек снижает свою чувствительность только тогда, когда он в сильном стрессе. То есть он в сильном страхе. Но тело, оно реагирует буквально. У тела, как у биологической единицы, не бывает снижения чувствительности. Ну, давайте приведу такой пример. Вы увлечены очень интересной беседой и выходите таки на жаркое солнце. Все ваше сознательное внимание на собеседника, на эту беседу, на этот разговор. Ваше тело. В вашем теле есть, к счастью, очень классная система безопасности, которая постоянно сканирует окружающее пространство на предмет того, опасно либо нет. Ваше тело обязательно, очень быстро считает, что температура слишком жаркая, солнце слишком печет. Ты кремом не намазался, шапки у тебя нету, ты не под кондиционером. И пока ты увлечен на сознательном уровне чем-то другим, я тебя буду спасать. Вы вспотеете. Ну и так далее. Поэтому тело реагирует всегда. Хотите вы этого, не хотите. Верите вы это, не верите. Если осознаете вы это, либо не осознаете. Вот. Поэтому за это вы можете быть спокойны. Но большинство людей все-таки, я не знаю в процентном соотношении, просто я практик, я вижу, кто ко мне приходит, какие люди по улице ходят. Большинство людей, они разучились себя слышать. Но тело у них абсолютно такое же живое остается. То есть реакция будет все равно автоматически. И вот опознать уже, что человек, в чем он живет, чего он испугался, можно элементарно по симптому, если он описан правильно. Смотрите, я психолог, я не экстрасенс ни разу, к счастью. Я чакры не чищу и ауры не вижу. Но если я вижу у человека симптом, правильно, либо правильный описанный симптом, я знаю рамку, в которой живет этот человек. И это невероятности. У каждого телесного проявления только одна уникальная рамка событий. Один уникальный страх. У нас, к счастью, конечное число органов и тканей. И вот этих вот типов биологических конфликтов всего лишь порядка 170. В традиционной медицине диагнозов сколько? Тысячи. Но это потому что винегрет. Винегрет из разных симптомов. Разделите винегрет на ингредиенты. И каждый уникальный симптом у вас будет показывать один уникальный страх этого человека. Все просто. Соответственно, а если вы уже знаете страх, вы знаете сразу, с чем работать. Во-первых, как психологу это значительно экономит время. Буквально до минут. Есть симптом, я знаю сразу, о чем с человеком говорить. Но вы можете даже не быть ни врачом, ни психологом, ни кем. Если вы обычный человек и знаете просто вот эти вот связи. 170 конфликтов, они описаны в одной книге, на самом деле. Так называемой карты германской новой медицины. Их можно скачать у нас на сайте. Там буквально для каждого органа написан его страх. Ну то есть конфликт биологический. Каким бы бревном человек ни был, голова-то у него работает. Он хотя бы в школе учился. И начать можно с опознавания вот этих связок. Да, действительно, у меня там язва желудка. Это страх территориальной угрозы, драки. На мою территорию кто-то влез, и я пытаюсь ее отстоять. Все просто. Рак желудка – это другой конфликт. Меланома, псориаз, витилиго, выпадение волос, рак груди. Это все, всего лишь на все уникальные конфликты. Все просто. Ответил на ваш вопрос? Игорь, ответили на твой вопрос? Если да, то хорошо. Если нет, пиши. Идем дальше. Антонина реплика. Мне напомнил ваш рассказ о генетических травмах Лизбурбо. Там их тоже, кажется, пять. Они базовые. Отвержение, подавление и так далее. Это ни о чем. В биологии нет отвержения, в биологии нет ни подавления, там нет стыда, вины и так далее. Лизбурбо, кстати, узнала про доктор Харахаммера практически сразу, когда он открыл эти законы. Но она взяла верхушки и описала их крайне метафорическим, полуэзотерическим языком. Смотрите, вы же наверняка встречали в разных статьях, в книгах, раком болеют люди, которые сложили крылья. Или ты заболел раком, потому что потеряла свою женскую сущность. Ну, вроде бы правильно, но вы понятия не имеете, что делать. И вы понятия не имеете, что происходит. И вот эти все общие рамки, они в медицине традиционной то же самое. Вы заболели, потому что у вас низкий иммунитет. И что дальше, доктор? Ну, как что? Да, иммунитет у вас низкий. Я не понимаю, доктор, объясните мне. Доктор тоже не понимает. Поэтому и скрывается за вот этими непонятными определениями. Так вот, только когда вы буквально можете описать, что происходит, как на уровне биологии вскочил прыщ, что это такое? Язва желудка, что это такое? Артрит сустава, что это такое? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И привяжете это к биологической функции этого органа. Вот уже вам ставит, вам уже почти все становится. Если вы эту биологическую функцию привяжете к контексту своей жизни, не случайно у вас именно эта биологическая функция как-то модифицировалась. Потому что метафорично именно в вашей жизни этого стало не хватать. И тело пытается помочь вам выжить, но так, как оно умеет, в буквальной биологии. Ну, вот как-то так. Хорошо, идем дальше. Игорь. Учить правила необходимо, чтобы знать, как их правильно нарушать. Или, иначе говоря, искать тропки. А можно ли как-либо обходить те самые зловредные фразы? Нет зловредных фраз. Есть абсолютно здоровые люди, которые трехэтажным матом кроют направо и налево. А есть люди, которые разговаривают только на литературном языке. И причем хорошими фразами, и они болеют. В чем разница? Да потому что первый делает это с удовольствием. Опять же, я часто говорю, в вашем теле нет ни политики, ни религии, ни этики, ни морали, ни десяти заповедей, ни уголовного кодекса. В теле есть просто биологические потребности. Но люди себе создали дополнительные социальные институты. Но в теле нет программы для налоговой инспекции, в теле нет программы для тещи отдельно, в теле нет программы для соседа, который сверлит в три ночи перфоратором. Нет для этого ничего. Но если налоговая, теща, сосед, да что угодно, наличие денег, отсутствие денег, наличие детей, отсутствие детей, каким-то образом в конкретном теле дает реакцию дискомфортную, это тело начнет модифицироваться. Поэтому обойти это невозможно. Можно только научиться жить эту жизнь вкусно. И абсолютно не важно, что вы делаете. Есть абсолютно счастливые преступники. Их телу живется вкусно на этой планете. Вот какими бы они ни были, это нейтрально все. И они болеть не будут. И есть абсолютно несчастные праведники, которые вроде и говорят правильно, пишут правильно, ходят правильно, думают правильно, но им жить невкусно в каком-то контексте своей жизни. И именно этот контекст, содержание вот этого конфликта, даст модификацию какого-то органа его тела. Потому что в теле только биология. Поэтому, Игорь, обходить вы можете что угодно. Но на нашей физической реальности есть гравитация. Правда же? Без специального оборудования вы гравитацию не победите. Но изучив правила гравитации, вы сможете создать либо самолет, либо вертолет, либо дирижабль, либо воздушный шар, либо тарзанку. Это все инструменты победить гравитацию, хотя бы временно. Правда же? Вы не отменили гравитацию. Вы изучили ее. И поняли, как можно ее иногда обойти по этим тропкам. Если вы делаете это еще и с удовольствием, да ни одна клеточка вашего тела не чихнет, не вздрогнет. Вот как-то так. Хорошо. Марьяна Власта, если человек слишком чувствительный, что это может значить? Склонность к раку у таких людей больше? Нет. Само по себе чувствительность, деревянность не является критерием, будет у человека рак или не будет у человека рак. Вот тут уже надо идти чуть-чуть дальше. Вот у нас две части работы специальной биологической программы. В половине органов рак может быть в активной фазе, то есть когда человек убегает от мамонта. И рак – это способ выжить. В других тканях нашего тела рак обязательно будет во второй половине работы программы. Например, у женщин есть матка. Это не единый орган. Он состоит из двух тканей. Так вот, рак тела матки – это способ повысить шансы на беременность. Миома матки не предотвращает беременность, а с точностью до наоборот. Она ей помогает. Рак матки будет в активной фазе конфликта. А вот рак шейки матки будет, наоборот, в фазе восстановления. Соответственно, вот само слово «рак» – ну, ко мне ребенок пришел. Само слово «рак» – только тихо. Ладно? Само слово «рак» – оно ни о чем. Надо знать не только в каком органе, а в какой части этого органа. Поэтому ваша чувствительность тоже на это мало влияет. Если вот синяя область в работе специальной биологической программы – минута, вы никакими приборами на этой планете не измерите, сколько клеток выросло. А они выросли. Если это неделя, да вы тоже ничего не измерите, хоть будете каждый день к врачу ходить. Но если человек в активной фазе, в постоянной, находится недель 6, то вот тогда вырастет опухоль размером примерно с горошину. Наше тело инертно. Но большинство людей, ну, вы наверняка вокруг себя видите кучу людей, которые живут в стрессе каждый день. Они раком почему-то, они болеют. Почему? Мы умеем отвлекаться. Даже если мы 8 часов на работе с гиперчувствительностью находимся, то потом, если мы дома хорошо отвлеклись на любимых людей, на любимые занятия, на дачу уехали, то наступает фаза восстановления. То есть опухоль, которая выросла за 8 часов, до следующего рабочего дня просто исчезнет. И поскольку вот сила конфликта, масса ткани очень маленькая, да у вас даже симптомов не будет. Вы даже ни кашлять не будете, ни чихать, ничего. Температура будет локально. Вы даже не протемпературите. И вот так можно жить годами, и рака не будет. Потому что процесс туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но если такой же человек с такой же чувствительностью, или даже с меньшей, в конфликт залез и живет в нем на протяжении пары месяцев, и днем, и ночью. То есть его тело не отвлекается, не отдыхает. Он днем в конфликте. Он ночью спит вроде бы, но его тело продолжает бояться. То процесс роста клеток будет просто нон-стоп. А это геометрическая прогрессия. Из одной клетки две, из двух четыре, из четырех восемь. Первая часть времени практически незаметна, а потом рост будет очень сильный. Вот. Поэтому само по себе чувствительность или деревянность на это не влияет. На это влияет только время нахождения в этом состоянии, в состоянии страха. Поэтому если вы даже с гиперчувствительностью умеете справляться со стрессом, отвлекаться, переключаться, процессы в теле будут. Тело живое, оно не может не работать, не реагировать. Но симптома не будет. То есть диагноза не будет. Вот как-то так. Хорошо. Идем дальше. Игорь, зная алгоритм и законы, возможно ли создать программу, которая будет анализировать состояние организма, прогнозировать и сигнализировать о том, как и тогда себя вести и что чувствовать? Конечно, можно. Но зачем? Игорь, смотрите, я не случайно при описании биологических законов назвал, что вот эта программа работает синхронно на трех уровнях нашего существа. Психика, мозг и орган. В мозг вы себе не залезете без специальных приборов. В органы, ну в тело, вы тоже не заглянете без специальных приборов, кроме как свою шкурку увидеть. Но ваша психика всегда при вас. В первое же мгновение шока у вас есть психическая, то есть душевная реакция. Если вы снова научились на это обращать внимание, вам не нужны никакие приборы. Вы в первое же мгновение запуска специальной биологической программы знаете, что она у вас запустилась. Можно не знать пока или особо не понимать, какой орган, какой тип конфликта, какой... Зачем? Вам просто стало дискомфортно. Так вот, душевный дискомфорт – это достаточный, он не единственный, но достаточный признак того, что в вашем теле запустилась специальная биологическая программа. Как только вы снова переключились на удовольствие, то есть решили конфликт, эта программа перешла в фазу восстановления. Хорошо, есть душевное... Есть душевное переживание, которое, в принципе, не проблема отследить. Но есть люди, мы психологи называем их черепашками, не потому что мы людей не любим. Это схема описания просто вот функционирования тела. То есть человек живет в голове, он тело своего реально не чувствует. Но именно на уровне ощущений. Окей, у тебя есть голова, у тебя есть мысли. Так вот, на уровне мышления запуск специальной биологической программы характеризуется запуском принудительного мышления. Находясь в конфликте, человек всегда думает о конфликте. Нет исключений. Даже если он думает, что он о нем не думает. Оговорки, кстати, они не по Фрейду, оговорки они о ГНМ, они о германской новомедицине, они о биологических законах. Прислушайтесь к людям, которые рядом с вами. Есть ли среди них те, которые часто употребляют одни и те же фразы? От буквальных в духе, в языке или в бурбо, да, глаза мои его не видели, дышать не могу на этой работе, я не знаю, я его не переваливаю и так далее. А потом начните это к себе применять. О чем вы думаете чаще всего? Причем с дискомфортом. Теща приедет, теща приедет, теща приедет. Кто-то радуется, теща приедет, внуков ей отдадим, поедем гулять. Радость. Нету конфликта. Наоборот, это вкусняшка. А кто-то боится, что теща приедет. Он в конфликте, у него запускается специальная биологическая программа. Так вот, принудительное мышление, свое личное, отследить может любой, самый деревянный человек. Но если вы еще и тело свое чувствуете на уровне ощущений, тонких ощущений, в том числе, раздражение, дискомфорт, я называю это телесный, душевный дискомфорт, психический на самом деле. Все. Вы в первое же мгновение знаете, куда вы вляпались, а значит, вы просто обязаны оттуда выйти. Любым способом. Вот так вот. Хорошо. Идем дальше. Игорь. К слову о программах. При слове «лимон» начинается обильное слюноотделение, как у собачки. Абсолютно верно. Потому что ваше тело уже знает, что такое лимон. Если вы скажете, вот если я сейчас скажу слово «лимон», да еще и попрошу слушателей и зрителей сегодняшнего эфира, а представьте себе его очень ярко. Желтый, сочный, кислый лимон. Да больше, чем у половины из вас сейчас слюна и потечет. Но почему? Потому что с биологической точки зрения лимон для вас является конфликтом. И ваше тело его знает. Вы это уже не отключите. Никогда. Но если вы будете те же фразы говорить «лимон», «сочный», «желтый». Эскимосу, в физической реальности которого нету лимона, и его тело не знает, что с ним делать, у него такой реакции не будет. К чему я этот пример привел? А то к тому, что я уже сказал, любая вот эта специальная биологическая программа запускается только страхом. Причем страхом я называю для краткости любое дискомфортное ощущение. От легкого раздражения до самого-самого трэша и ужаса. Ну просто программа запускаться будет с разной силой. Так вот, ребенок рождается, он же ничего не боится. Ну кроме физиологии буквальной этих, как они называются, рефлексов. Поэтому все дети суют руки в розетку, дергают за хвост незнакомых животных, выбегают на дорогу и так далее. Поэтому с ними рядом взрослые, чтобы научить. Но пока ребенку не объяснили, чего бояться, он этого не боится. Пока ребенок в первый раз в жизни лимон не взял в рот, он не знает на уровне тела, какую давать реакцию на него. Как только взял, он мгновенное научение и этот шаблон цементируется в теле. Потому что он нужен для выживания. Так вот, с любой реакцией на тещу, на работу, на дождь, на деньги, на что угодно. Если вы этого сегодня боитесь, вы когда-то этому научились. В годик, пять, лет, не важно. Вы когда-то впервые столкнулись с новой своей жизни ситуацией, в которой надо было принять телесное решение. и тело восприняло эту ситуацию как угрозу жизни. Буквально на биологическом уровне. И вы мгновенно научились. Вот такие привычки вырабатываются мгновенно, потому что этому надо учиться мгновенно, чтобы выжить с биологической точки зрения. Но хорошая новость в том, что любую привычку можно перешлифовать другой привычкой. Теща безопасно. Увольнение да безопасно оно. Я найду себе новую работу. Я умею, я взрослый человек. Развод безопасен. Свадьба тоже безопасна. Рождение ребенка безопасно. Смерть ребенка с биологической точки зрения для вашего тела безопасна. Да, это неприятно. Да, мы люди, мы не бесчувственные роботы. Но я это переживу и пойду жить дальше. И у вашего тела даже в такой самой страшной ситуации не будет телесной реакции. То есть вы не доведете себя до симптома. Как-то так. В общем, теща конфетка. Нет, она не конфетка. Я не обязан любить тещу. Я не обязан любить ее. Но теща безопасна. Поэтому и телесной реакции не надо. Улыбка это тоже телесная реакция, но только на вкусняшку. Я в этом смысле сказал, что теща конфетка, я люблю ее. Я не обязан любить, но почему-то люблю. Да, и тогда не будет телесной реакции. Абсолютно верно. Хорошо, идем дальше. Игорь Иванов, а если болезнь хроническо, то это тогда какие емоции? Значит, человек хронически испытывает одни и те же эмоции. Человек хронически испытывает принудительное мышление. К человеку хронически приезжают в гости тещи. Ну, все просто. Либо человек хронически увольняет, либо Никто не приезжает, никто не увольняет. Но он об этом постоянно думает. А вдруг приедет? А вдруг уволит? Для вашего тела физическая реальность и виртуальная реальность – это одно и то же. Для вашего тела неважно, волк перед вами сидит и говорит, я сейчас съем. Либо вы думаете, что волк сейчас придет и съест меня. Тело запускает одну и ту же программу. Так вот, люди от животных отличаются именно этим, вот этим самым метафорическим мышлением. Если мышка убегает от кошки, для мышки это реальный биологический конфликт. Не убежишь, сдохнешь. Поэтому, пока мышка от кошки убегает, у нее растет рак легких с целью повысить объем легких, с целью увеличить приток кислорода к мышцам, чтобы мышцы работали быстрее. Во всем есть смысл. В раке есть смысл, как и в насморке. Но как только мышка забежала в нору, все, в реальности мышки, кошки нету. Она о ней не думает. Мышка просто выздоравливает. Она там кашляет в норке. Те же две минуты, какие и убегала две минуты от кошки. То есть, в реальности мышки кошка не появится до тех пор, пока ее реально не увижу, реально не потрогаю, реально не понюхаю, реально не услышу, либо не попробую ее на вкус. Люди боятся своих мыслей, которые вызывают запуск тех же самых биологических программ. Все просто. Ну да. Жизнь настолько перевернута, насколько может ее перевернуть мозг. Настолько сложна, насколько может ее мозг усложнить. Наши представления об этом. Абсолютно. Хорошо. Идем дальше. Игорь, вопрос малоприятен. А как же дети, которые еще толком не осознали себя по отношению к стрессу? Но ведь они тоже болеют. И болеют часто онкологией и другими страшными заболеваниями. Абсолютно верно. Потому что ребенок, не имея собственного опыта реакции на эту жизнь пока еще, он находится в абсолютной, ну естественно маленький ребенок, в абсолютной связи со своей мамой. И это тоже обычная психология, никакой эзотерики. Есть внутриутробные конфликты. То есть ребенок еще не живется даже. Он в животе у мамы живет. Мама сильно испугалась. Это называется рапорт. Ребенок с мамой в абсолютном рапорте. Как внутриутробно, так и первые годы жизни. Так вот, все, чего боится мама, обязан бояться ребенок. Это тоже бессознательное научение. Это буквально биологическое «делай как я». Если мама боится, ты не должен смеяться. Если мама молчит, ты должен затихнуть. Рядом опасность. Если мама улыбается, улыбайся. Тоже вокруг мир да гладь, да Божья благодать. Это потом дети начинают объяснять, чего бояться, чего не бояться. Но пока ребенок невербальный, несознательный, он зависим от мамы не только в плане покормить и попу вытереть, он зависим от мамы в плане переживания эмоций. Поэтому я часто говорю, дети не болеют. Дети – это индикаторы всего лишь навсего. Состояние мамы, состояние в семье, ну и в более как бы глобальных категориях. Большинство родителей принять это не могут. Как-то так. Я причина болезни ребенка? Нет. Идите и лечите моего ребенка. Я не при делах. Ну что же делать? Это научение, это мудрость, это осознание. В конце концов, естественный отбор. Биология никто не отменял. Если в лесу заяц не научается щипать травку, он умрет от голода. Если в лесу заяц не научается опознавать волка заранее и убегать от него, волк его съест. Наше тело – это такая же биология. Какими бы духовными существами мы не были, какую бы эмпатию друг к другу мы не испытывали бы, каждое отдельное тело живет по своему алгоритму, по своему опыту. А программы работают те же самые. И вот пятый биологический закон. Запуск любой программы, читайте запуск любой болезни, направлен помимо выживания организма, еще и на его научение, то есть на его эволюцию. Научись жить вот в этих рамках. Сдай этот экзамен, и ты больше туда не вряпаешься. Потом будет новый урок, потом новый, потом новый. Но сдай вот это. А люди крутятся, как белки в колесе. Вот так опять все просто. Да, на самом деле просто. И это подтверждается нашими древними знаниями. Вот если брать древние знания славяно-русов, там это все очень хорошо описывается. И по поводу детей, у которых нет своих заболеваний. Это заболевание взрослых, которое на него переносится. И вот по обучению все очень точно ложится. Все так и есть. Идем дальше. Игорь, реплика. Получается, что революционное по своей сути, но, увы, непризнанное, но почти стопроцентное лечение с выздоровлением. Абсолютно верно. Не признается это традиционными системами. Потому что это придется разогнать не только всю фармакологию. Аллергология, дерматология, любая логия медицинская на 99%, на 95% окажется ахинеей полной, ненаучной. Представляете, сколько надо будет переменить учебных программ в медвузах? Отменить все прививки? Абсолютно все. Ну и так далее. Да не пойдет система на это. Это признается простыми думающими людьми. Всего-навсего. Ох, зря здесь слово «прививки» прозвучало. Потому что столько сейчас баталий по этому поводу устраивается. Ну и что? Кто за прививки, кто против прививки. Спрашивайте. Я отвечу даже за прививки. Те, кто против прививок, они одно говорят, те, кто за прививки, они там управляют, а вы хотите всех заразить, вы там будете непривитые, а мои дети привитые, значит урон моим детям, а вы, значит, такие хорошенькие. Ну и так далее и так подобное. Ну смотрите, исходя из концепции ГНР, я уже сказал, что заразиться в принципе ничем невозможно. Это раз. Во-вторых, любой симптом, то есть любой запуск специальной биологической программы в своей основе имеет страх. Вот ответьте на простой вопрос. Может ли быть прививка от страха? Нет. Все. Вот этой одной фразой сразу ответы на все вопросы про прививки. Хорошо. Игорь сегодня очень активный, прямо надо какой-то присуму выделить. Мозг управляет нами, пишет Игорь. А кто или что по-вашему управляет мозгом? Мы же, мы же управляем и своим мозгом. Если вы даете мозгу самоуправление, мозгу, психике, подсознанию, называйте как угодно. Это как дать бразды правления пятилетнему ребенку. Да, у него есть какой-то опыт этой жизни, но его логика, жития этой жизни в своем возрасте, она черно-белая. Но если вы научаете пятилетнего ребенка, потом шестилетнего, потом семилетнего, вы даете ему расширение вот этого диапазона не только знаний, но и своих реакций. И ребенок может уже иметь разные реакции на одни и те же события, либо одну и ту же реакцию на разные события. Так вот, мозг обучаем. Если мозг когда-то решил, что теща опасна, и вы мозг не переучили, то каждый раз, когда вы думаете о тещи, видите ее, держите ее за руку, сидите с ней за столом, мозг будет давать телу как-то бояться, то есть как-то модифицироваться. Но если вы сели и поговорили с мозгом, мозг, слушай, я вот сегодня узнал, что теща оказывается безопасна, расслабься. У мозга будет новая реакция, все, он не даст команду ни микробам, ни тканям вашего тела, ни психике, чтобы она больше эту тещу не боялась. Все просто. Вы имеете полное управление, полное своим телом, но не напрямую. Прыщ вырасти, прыщ уйди, сердце бейся чаще, сердце бейся медленнее. Через психику, через мозг, а они обучаемы. Обучайтесь, и у вас не будет подавляющего большинства вот этих реакций очень быстро. Вот так. Да, на самом деле так и есть. Если объяснять, а мозг это машинка такая, которая там все рассчитывает, если все логично мозгу объяснить и это закрепить, то на уровень подсознания войдет, что вот так оно есть, и новая программа старую выбросит, и мозг начнет реагировать совершенно по-другому. В этом случае вы просто перестраиваете всю свою жизнь. Это такая фаза активного самоперепрограммирования включается, и ваша жизнь тоже меняется. Вы хозяева жизни, исходя из того, что вы хозяйничаете теми мыслями, которые в вашем мозгу формируются вами же, и потом на вашем подсознании запечатляются. И теперь подсознание служит вам с другой программой. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Идем дальше. Идем дальше. Игорь, Игорь, это был просто Игорь, а это вот два раза Игорь, пишет, недавно смотрел фильм, как люди со смертельным приговором врачей меняли мышление и жили по полной катушке, то есть отрывались. В результате заболевание уходило. Страх причина онкологии. Вот такое заключение сделал Игорь. Да, они стали жить вкусно. Все. И у тела не стало к ним претензий, а значит у тела не стало причин как-то модифицироваться. Все просто. Я вот вижу, ну, видел в чате вопросы уже на одну и ту же тему ощелачивание закисления. Давайте сейчас, раз я это увидел, вот этот тезис еще чуть-чуть прокомментирую. Наверняка многие из вас слышали фамилию Симончини, который лечит рак содой. На самом деле рак он не лечит, но он делает наполовину правильную вещь. Он не понимает, что он делает. Вот, да, значит, вот синяя часть графика это фаза активного конфликта, где у нас принудительное мышление, где у нас душевное переживание дискомфортное, где у нас рост клеток либо деление клеток, либо уменьшение количества клеток. Но также вот эта активная фаза характеризуется повышенной кислотностью того органа, в котором работает специальная биологическая программа. Вот психику вы не измерите никакими приборами, а кислотность измерить можно, поэтому это первое, что видят. Ага, если есть кислотность, значит, это рак, то есть кислотность является причиной, рака. Нет, кислотность является индикатором активной фазы программы. Но как только человек решает конфликт и переходит в фазу восстановления, вот эта фаза утрирована щелочная, если брать норму условную. Так вот, кислотная среда это среда активного конфликта, и не важно, что там происходит, деление клеток в половине органов, либо распад клеток в половине органов. Фаза восстановления, красная половина графика, это утрирована щелочная среда, и не важно, что там происходит, распад клеток в половине тканей, которые перед этим выросли, либо деление клеток, то есть рак, в тех тканях, которые до этого негротировались и изъявлялись. Так вот, Симончини просто увидел эффект, он взял людей с раком, причем только с тем, которые растут в активной фазе, и начал давать им соду, то есть он механически снижает кислотность, и эффект у него очевиден, рак, ну он не уходит на самом деле, он перестает расти, но без решения психологического вопроса, без решения биологического конфликта на уровне психики, то есть без научения, как только соду перестаешь пить, а программа-то работает, рак снова возвращается. А вот если брать рак вообще тот, который растет в фазе восстановления, в другой половине органов, то дополнительная сода наоборот усиливает этот рак, то есть этот орган сейчас находится в режиме утрированной ощелачиваемости, а вы еще дополнительно соду пьете, то есть вы усиливаете фазу восстановления, то есть вы усиливаете деление клеток, поэтому кто-то соду пьет, ему помогает временно, кто-то соду пьет, наоборот, его врачи пугают, да у вас вообще тут рак растет. Без знания законов любые манипуляции с телом это пальцем в небо, можно угадать, можно не угадать. вот так вот, про соду, про кислотность, вот такая краткая ремарка. Да, кстати, туберкулезные бактерии это грибы, это грибковые бактерии, древние микобактерии. Симончини также отметил, что щелочная среда убивает грибок. Он ошибочно предположил, что грибок вызывает рак. Нет, когда растут клетки, одновременно и увеличивается количество микробов, но они пока не работают, чтобы, когда конфликт будет решен, вот этот излишний объем ткани съели как раз таки вот эти излишне выросшие микробы. Тоже все просто. То есть Симончини измеряет правильно, грибы там у него, рак растет, сода, у него нету общего понимания, а Хаммер нам это понимание дал. Ну, получается чистое химическое воздействие без учета того, почему эта химическая реакция началась в организме. Ну, биохимическая, да, абсолютно. биохимическая. Хорошо, идем дальше. Игорь реплику запускает. Читал про завоевание Наполеона. Когда его воскогибло от чумы, он обнимал чумного солдата и пытался объяснить, что нет страха и нет и болезни. Абсолютно верно. Он не был врачом в эпицентре эпидемии, да, у него была сильная вера, я делаю правильное дело, я не в конфликте, я всех порву и так далее. Он и не болел, он жил вкусно. В своей личной жизни, он жил вкусно. По крайней мере, вот в тот поход. Он был на коне. Хорошо. Игорь, Игорь, если человек видит опухоль, например, рак кожи, с чем это связано и как человеку не беспокоиться? интересно ваше мнение? Мое мнение однозначно, ему необходимо научиться. Я не просто психолог, да, у меня частная практика, довольно успешная, но, кроме того, я и несу это знание, я преподаю, я веду обучающие курсы, вот как раз таки, в том числе, по настоящей психосоматике, по германской новой медицине. Я могу отвечать на точечные вопросы, что такое рак груди двух видов, что такое рак кожи трех видов, в коже у нас три ткани, и слово рак груди даже ни о чем, надо знать какой рак, слово рак кожи ни о чем, надо знать рак чего, вот. Научиться этому абсолютно нетрудно, научиться этому абсолютно недолго. Допустим, полный курс у нас, я в прошлом году открыл онлайн школу, где преподаю вот это знание, даю и вот все, что я знаю, я даю на этом курсе. Курс так и называется ГНМ мастер, то есть мастер по германской новой медицине. Причем у нас половина, половина студентов это профессиональные врачи, психологи, терапевты, мануальщики, остеопаты и так далее. И половина это обычные люди, у которых симптом, у которых болеют дети, которые хотят узнать, а в чем дело, которые ничем не болеют, но у которых пытливым, которые хотят знать, как они устроены. Так вот, отвечать точечно, я-то вам отвечу, допустим, вот у меня болит это, что это такое, я найду конфликт, скажу и так далее. У вас не будет системного видения, поэтому ответ на ваш вопрос простой, приходите к нам учиться. онлайн-школа она называется «Простые технологии успеха». Я не назвал свою школу «Школа психосоматики», их много уже, хотя я вот именно научаю людей психосоматическому виденью, не только своей жизни, но и жизни всех, кто вокруг него находится. Сохранение, возвращение, поддержание здоровья, на самом деле, если вы опять же смотрите в корень, это всего лишь навсего технология. Технология питания, технология движения, технология образа мысли, технология понимания, технология объяснения, технология интерпретации. Поэтому я назвал школу «Простые технологии успеха», потому что биологические законы они простые до безобразия. Да, их расшифровывать надо, но это не надо делать годами. Двух месяцев спокойного домашнего обучения из любой точки мира, где у вас есть интернет и компьютер, и через два месяца вы станете неуязвимыми, через два месяца у вас будут ответы на все ваши вопросы. Ну вот как-то так. Хорошо, Мариана Власта, как научиться искренне не реагировать на происходящее? Как тогда быть живым? Где грань между реакцией, здоровый и разрушительный внешне и внутренне? Как это проявляется? Ага, вопрос замечательный, потому что это и есть суть революции индивидуальной. Как не реагировать? Есть волшебное слово принятие. Принятие. Принять, что мир такой, это раз. Принять, что другой человек имеет право жить так, как он хочет. что орет на вас не потому, что вы плохой, а потому, что ему больно и страшно, потому, что он вас боится, потому, что его на ногу наступили утром в маршрутке, потому, что от него жена ушла или от нее муж и так далее. Но это не ваши проблемы. Он не просит помощи у вас. Ну, что ж, значит так. Если ты захочешь узнать, что с тобой приходи, я тебе скажу. Но вы принимаете любую иначе другого человека. Да, нам очень хочется, чтобы все другие были как мы, хвалили нас, помогали нам, восхищались нами и так далее. Но люди имеют право это не делать в отношении вас. Какие-то люди. Идите к другим, которые для вас это сделают. Принятие это первый шаг. Научение это второй. Любая ваша реакция это практика. Мы мгновенно учимся, только условно аварийным реакциям. Если собака вас укусила, вы обязаны мгновенно научиться собак бояться. Но если вы поняли, что вокруг вас собаки есть, вы от них никуда не денетесь, и вам придется с ними научиться коммуницировать. Вы покупаете учебник по коммуникации с собаком, вы начинаете ходить на тренинги по коммуникации с собаками, и вы начинаете ходить на свидания с этими собаками. Это процесс достаточно долгий. Получить знания это быстро. Книга читается за один вечер, видео урок смотрится за 20 минут. Но чтобы эти знания в вас впитались, вам нужно потренироваться. И собачка вас несколько раз еще покусает. Но если вы все-таки будете этому научаться, однажды собака скажет, ну ладно, я твой друг, и кусать вас больше не будет. Научение, принятие и практика. Ну да, есть такое древнейшее русское слово, которое потом было какой-то одной известной религией, взято немножечко в другом контексте, называется с миром жить в мудрости, смиренно мудрие. Не смиряться, когда тебя лупят палкой, а с миром в мудрости жить, когда вы принимаете мир, какой он есть. Еще хорошее любовь. Любовь, когда вы принимаете, какой есть человек, какой есть мир, вы в нем разбираетесь, понимаете, изучаете, но вы сначала должны его принять, какой он есть. А когда вы сразу пытаетесь его переделать, ничего доброго не получится, палка в ответ прилетит. И вот многие люди, которые говорят, да я добрый, да я светлый, я вот тут изучил вот это, изучил вот это, книжек тут кучу написал, но они гады, они делают плохо. Вот это вот не смиренно мудрия, это не любовь, это эгоизм высшей мере, который вас же потом разрушает. Да, но смирение тоже бывает разное. Я же помните сказал, да, это мое мнение, основанное на моем опыте, на моем мировоззрении, да, что в теле, в биологии нету никаких вот этих сентенций человеческих, религия, политика, этика, мораль, принятие, мудрость, в теле этого нет ничего, оно есть вот здесь, в помощь телу. Так вот, если вас лупят палкой по голове, то как бы вы не принимали этого человека, вашему телу больно на уровне физики и шишка на башке вырастет. То есть вот второе правильное слово, к слову принятие, которое я как вот практик говорю всем своим клиентам, это слово эгоизм. Вы живете в этом теле, только это тело у вас есть всю эту жизнь, это ваш домик. Кроме этого тела у вас нету ничего, поэтому принятие принятие, но вот эти все биологические программы запускаются в вашем теле, поэтому вот все-таки его адекватно ставить на первое место. Да, у нас есть идеи, то есть ради идеи там люди некоторые жертвуют собой. Я не говорю, что это не биологично, тут уже речь идет не о жизни конкретного индивида, а о жизни уже какой-то группы, семья, народ, общность какая-то, людей. Это другое, это уже чуть-чуть более другого порядка. Но если конкретный человек получил какой-то симптом в теле, вот ему надо хотя бы на время стать эгоистом, себя на первое место хотя бы раз в жизни поставь, пойми о чем себя, потом принимать будешь других, которые тебя били лопатами по голове, где у тебя шишка выросла, потом ты будешь эволюционировать, но сейчас сделай из себя временно хотя бы, эгоиста, убери вот это. Это может быть немножко вольная мысль, но вот я в нее верю, имею право. Да, я специально уточнил, что одна известная религия сделала вооружение и изменила, я-то имел в виду другое, принять и понять мир, это не означает, что принять того, лопату, вернее, принять ту лопату, которая в тебе в голову. Абсолютно принять, что человек бежит с лопатой, вот это ты принимаешь, если ты его не воспринимаешь, что он бежит с лопатой, ты эту лопату в голову себе обязательно получишь. А если ты понимаешь, что он бежит с лопатой и что это сейчас лопата тебе по голове ударит, ну, наверное, ты не будешь стоять и улыбаться ему, ну, дай-ка мне хорошенько поглубже сади мой черепок. Конечно, нет. Принятие мира это еще означает принятие себя. Если человек исключает себя из мира, он не любит себя, то есть то, что я назвал эгоизм, то в этом случае раб какой-то, можно так сказать. Принятие мира это принятие и себя в этом мире. И если, например, я вижу какого-то паразита, который хочет меня укусить, я принимаю то, что он в мире есть. Да, он есть, но я знаю его повадки паразита, поскольку я принял и изучил его. Я не допущу, чтобы он меня кусал. Вот про что я говорил. И поэтому я не хочу, чтобы мне кусал паразит, я не хочу, чтобы меня били лопатой. Поэтому я понимаю, если живет псих, который с лопатой часто хватается или за топор, я сделаю все возможное, чтобы он в мою сторону это не проявлял и в сторону людей не проявлял. Но сначала-то я должен понять и принять, почему он такой, что у него там в голове треснуло. Так что я в этом смысле. Да. Иногда, причем, гораздо правильнее просто уйти оттуда. Не тратя время на осознание, на принятие. Это тоже экономия своих сил, на самом деле. Особенно, когда их мало. Когда много сил и времени, можно изучать это все. Но если ресурса сейчас мало, а, кстати, у людей с серьезными диагнозами ресурса мало всегда. Поэтому я, как проводящий терапию специалист, в таких случаях говорю, сначала у вас карантин. Уберите вообще все. Потом будете выстраивать отношения. Потом будете осознавать, куда вы влезли и как вы оттуда. Сейчас полностью у вас отпуск. Займитесь собой. Накачайтесь ресурсом, а потом уже идите и делайте все остальное, что нужно. Потом будете эволюционировать. Сейчас вам нужно выжить. Не от рака. От рака умереть практически невозможно, как я уже сказал. В очень редких и в очень запущенных случаях. Но это единицы. А вот от истощения сплошь и рядом. Ну вот еще раз все-таки к следующему вопросу перейти. Когда мы не принимаем, что огненная лава идет на нас, мы говорим, а где-то там лава идет, мы от нее не будем спасаться и уходить. А если мы поняли, что такое огненная лава, что она движется в нашу сторону, мы просто в сторону отойдем. Ибо наша задача сначала выжить. Выжить. Да, мы потеряем там имущество, мы может быть затормозимся где-то, но мы отходим в сторону, потому что мы понимаем, что такое лава. Мы приняли эту лаву, мы поняли, вот о чем я говорю. А не надо с ней пытаться сражаться и сказать, ну давай, задави меня лава, давай, сожги меня. То же самое, если псих с лопатой, я сразу понял, так, псих с лопатой бежит в мою сторону, ну что, мне надо высовываться, наоборот, я с его пути уйду, отодвинусь, пускай пробежит мимо. Я потом приму меры, потому что я понимаю, что это псих, что он с лопатой, с топором, и я приму меры, чтобы этот псих больше по улице с топором, с лопатой не бегал. Поэтому вот, что имелось в виду принять. Принять, понять, отойти. Принять, понять, принять решение. А эвакцировать, само собой, это уже потом осмысление сказать, так, где я допустил ошибочку, что встал на пути психа, что я сделал не так, почему я здесь оказался вообще этой дурацкой ситуации, может, отсюда валить надо? Или сделать так, чтобы псих отсюда свалил? Ну, уже предпринимать действия. Сначала надо от лавы, от мамонта отойти в сторонку, бегемот, бегущий на тебя, это страшное оружие. И поэтому уговаривать бегемота остановись, дорогой, я тебя принимаю, полюби меня, я тебя тоже люблю. Но это какой-то фанатизм детский. Не наш это метод. Да, абсолютно верно. Ладненько, идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Егор. Есть версия, что микроорганизмы, попадающие в организм человека, способны подключаться к нервным окончаниям и, обладая некоторым коллективным разумом, перехватывать управление каким-то органом, привычками. Как в таком случае происходит управление процессом заболевания мозгом? По каким каналам? Без понятия. Я не по этому вопросу. Абсолютно. А хотя с другой стороны все, что было сказано, как раз вот здесь связано. Не просто так они появляются, эти организмы. Не просто так эти грибки появляются, когда какое-то там начинается воспаление в первой стадии или во второй стадии. Так абсолютно верно. Они в любом случае в нас есть. Они в любом случае есть вокруг нас. И в различной фазе вот этой специальной биологической программы они либо работают, либо не работают. А сколько их у нас уже в этот момент не важно. Если их много, они и работают много. Но если вы не в конфликте, ведро микробов вы съешьте, ничего вам не будет. Но я не микробиолог. Я не знаю, как эти микробы там к чему подсоединяются, как они там общаются, работают. И это вопрос не ко мне, я не знаю. Наша задача просто понять, что они всегда появляются тогда, когда человеку это необходимо. Абсолютно. Вот это самое главное. И их объем зависит от той необходимости, которая человеку должна проявиться. Вот это самое главное. И когда мы просекаем, что делать Мы понимаем, так пошло дело Что нужно сделать? Вот это, вот это, вот это Как надо мыслить? Вот так, вот так, вот так Что дальше? Вот так, вот так, вот так А что там? Какие-то бикробы Какого они там вида? Пускай на самом деле биологи Там репку чешут, на то они и микробиологи Идем дальше Абсолютно верно Игорь, когда есть заинтересованность и фанатизм К примеру, в подходе к делу Человек забывает есть, спать, пить В общем, чувствует себя отлично Это к тому же Это активная фаза конфликта Смотрите, интерес Это, когда вам вкусно А фанатизм, это, когда вам Больно Фанатик, это всегда активный конфликт Ему страшно Менее ругательное Слово называется перфекционист Он боится не сделать Он боится не доделать Он боится не сделать правильно, он боится не сделать полностью Ну какое слово одно и то же Он боится Когда вы в удовольствии, вы не боитесь Вы не боитесь не доесть мороженое Вы знаете, что у вас еще будет Вы не боитесь не доиграть в игру Вы знаете, что она у вас еще будет Ну и так далее Говоря кратко Смотрите, вот эти все слова Фанатизм, удовольствие, игра Там, не знаю, что там, жизнь и так далее Они все равно не описывают ничего Но я могу вам дать два слова Которые описывают однозначно Если вы только их честно применяете Так вот, ваше тело реагирует всего лишь на два слова Это вкусно и невкусно Не важно, что вы делаете Молитесь, материтесь, спите, едите, бегаете, лежите Если вы делаете это со вкусом У вашего тела нет к вам претензий И в вашем теле не запускается ни одна Вот эта специальная биологическая программа И более того От этой вкусняшки вы напитываетесь Ну, энергии, скажем так Но если вам невкусно Что бы вы ни делали Занимались полезным спортом Ели полезную еду Читали полезные мантры Да что угодно Но вашему конкретному телу И даже в этот конкретный момент Невкусно Запускается специальная биологическая программа Так вот, если вы Ну, хотя бы попытаетесь жить биологично Попробуйте любое свое слово Социальное, выученное Там, духовное, недуховное Перевести на язык Вот этих двух определений То, что я сейчас делаю Мне вкусно или нет То, о чем я сейчас думаю Вызывает у меня положительные ощущения Либо легкий какой-то налет Там, дискомфорт Все Если есть невкусно В любой форме И в любом объеме У вас в теле Запускается Специальная Биологическая программа Все Вот когда был разговор Про то, что Неважно, хороший или плохой человек Если он нарушает законы природы Законы своего естества То в этом случае У него начинаются проблемы И вот хороший пример Мне один человек рассказывал Был, говорит, у нас директор один Ну, гад-гадом вообще Ну, вот такая сволочь Вот такой устраивал Всех в ежевых руководителях держал Причем не разбирался Хороший человек, плохой Виноват, не виноват Вот всем Железная дисциплина Но в самом-самом худшем Примере Его фашистом назывались глаза Вот Ну, предприятие так Не разваливалось Ну, тяжело было людям Там кадры менялись часто Ну, существовало А потом вдруг Тот, который владел предприятием Директор был нанитой Он своего сынка туда поставил Директора уволил Просто без объяснения причин Раз и уволил И через какое-то время Директор слег А до этого вообще Ни разу не чихнул Просто слег И где-то там через года Полтора-два Ну, ушел А потому что Он был Все это время В сильном конфликте Человек, который Ему страшно Но он там Хотя бы Выдавал наружу Эти эмоции Но когда он Оттуда ушел Либо разрешение конфликта И сильная фаза Восстановление Слег Это означает Начал выздоравливать Но Либо ресурса Не хватило Либо еще что-то То есть даже Вот по таким случаям Можно описывать Как вы устроены Все всегда Очень просто На самом деле Ну, вот Вот так Ну да Может быть там еще вариант Когда он Кем-то издевался Он себя чувствовал королем Это было в кайфе ему Это было хорошо А тут ему пинка подзадали Как шелудивой собаки И он сказал Я чего, куда Я тут над всеми А тут меня на помойку Вот это вот Конфликт уже пошел другой И может быть После этого У него все там и развилось Может быть, да Ну, здесь надо Более подробно Поэтому Наверное, трудно Так сходу Но вот варианты Такие могут быть Так, далее Мариана Бласта Рак Это потеря В себе совести И разобщенность с Богом Кара, то есть Золотой пинок Может быть, все проще Чем мы себе придумываем Страх для чего-то Тоже нам нужен Страх нам нужен Для того Чтобы понять Что ты не умеешь жить В каком-то контексте Все Если вы умеете Жить эту жизнь Вы не боитесь Если вы умеете Ходить в магазин Вы не боитесь Похода в магазин Если вы умеете Жениться снова После очередного развода Вы не боитесь Развода Если вы умеете Зарабатывать деньги После полного краха Вы не боитесь Снова обанкротиться И так далее У вас не будет страха Вам будет мало приятно Но вы будете знать Что делать А если человек не умеет, неважно что, ходить в магазин, хоть общаться с друзьями, хоть быть в партнерских отношениях, вот что будет. Потому что вот эти фразы, разобщение с Богом, сложенные крылья, женская сущность, они красивые, но они ни о чем. Вы живете земную жизнь в этом физическом теле. И вот все-таки я стараюсь донести до своих слушателей, кто ко мне приходит, хоть на частные консультации, хоть на обращающие курсы. Ну хотя бы временно попробуйте посмотреть на буквальную биологию и на буквальные контексты своей жизни и на свои буквальные реакции. Все просто. Хорошо. В общем-то все вопросы реплики мы озвучили и пришло время подводить итог сегодняшней нашей передачи. У нас по традиции тот, кто вещает, в данном случае этот Егор, надо что-то такое сказать нашим радиослушателям и зрителям. Доброе, вечное, хорошее, чтобы душа успокоилась, развернулась и люди пошли отдыхать. Сказали, вот это классный был эфир, вот это передача. Ну я постараюсь. Я не готовился, конечно, к такому. Ну хорошо. Ну, пожелание у меня на самом деле одно. Неважно, сколько вам лет, неважно, какого уровня образования, сколько у вас денег, какой социальный статус, мы все одинаковые с вами. Я тоже не инопланетянин. Я живу эту жизнь в таком же теле. Да, у каждого из нас разные контексты, разная вера, разное научение, разный бэкграунд, как говорят психологи. Но наше тело устроено одинаково. Вкусно и невкусно. Вот я вам желаю, чтобы вы не просто жили эту жизнь вкусно, где бы вы ни были, кем бы вы ни были, что бы вы ни делали. Потому что когда вы живете вкусно, вы живете свою жизнь. Я желаю вам, чтобы вы понимали, что это такое. Даже когда плачет ребенок, вы понимаете, что ему это надо, чему-то научиться. Как правильно написали немножко выше, конфликты – это безопасно. Упасть, разбить коленку – это безопасно. Надо быстро научиться не разбивать себе коленки. Вот я вам искренне это желаю. Для тех, кто хочет больше войти в эту тему, вот именно в германская новая медицина, биологические законы природы, в бете на ютубе Егор Миронов, психосоматика. Там выложено много моих роликов, где я вот гораздо подробнее объясняю то, чем я занимаюсь. И да пребудет с вами сила биологическая. Хорошо. Благодарю за добрые пожелания. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 июля 2019 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира была «От онкологии до насморка. Германская новая медицина». В виртуальной студии Народного Саинского района находился Егор Миронов и Алексей Орлов. Желаю вам всего самого доброго, друзья. Благодарю, Егор, за очень интересные повествования. Благодарю всех за очень интересные вопросы, реплики, комментарии. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok